Всем привет! С вами Екатерина, и вы на моём канале. Прошу прощения за голос, я немного приболела, но думаю, это не сильно помешает озвучить этот ролик. Моему каналу уже полгода, и я выкладываю видео регулярно раз в неделю. Пока не пропустила ни одной недели, поэтому подписывайтесь, я очень стараюсь и хочу, чтобы мой труд приносил пользу. Кстати, да, мне очень не хотело говорить, что видосы выходят каждую неделю, потому что так всегда. Объявишь что-нибудь, а потом не получается. Ну ладно, полгода получалось, надеюсь, и дальше всё будет хорошо, а я приложу для этого все усилия. Ну голос, да, так себе. В этом видео я расскажу, как готовлю картину к выставке. Да-да, это случилось. Мою картину отобрали на выставку, поэтому её нужно оформить и покрыть лаком. Выставка посвящена зимним каникулам, и я решила участвовать в ней с натюрмортом, который писала совсем недавно, как раз в конце зимы. У меня было три или четыре дня на то, чтобы покрыть картину лаком и вставить в раму. И, как назло, у меня в запасах не было ни того, ни другого. Натюрморт написан маслом на холсте на картоне, размер 40 на 30. В помещении, где он стоял, было очень сухо и тепло, и за две недели всё плюс-минус высохло. Да, я знаю, что масло сохнет по полгода, но многое зависит от основы растворителя, на котором вы пишете. Итак, у меня было две задачи – покрытие и рама. Ну, точнее, одна задача – оформить картину, состоящую из нескольких этапов. И я решила купить просто деревянную раму и покрасить. Ну, потому что, во-первых, это быстрее, чем отдавать в багетку, во-вторых, дешевле, а в-третьих, я люблю всё делать сама. Я даже обувь уже могу сама делать, у меня есть диплом и практика. Я покупалась в популярных художественных интернет-магазинах и ничего не нашла. Мне нужно было быстро и дёшево, я готова была купить отдельно раму и фурнитуру. Или, в идеале, купить комплектом, и желательно всё в одном месте, с дешёвой и очень быстрой доставкой, потому что раму ещё нужно красить, сами понимаете. И где-то не было зажимов, где-то не было рам. В общем, я потратила на это первый вечер. На следующий день я полезла на маркетплейсы, и, по моим наблюдениям, все продавцы продают и там, и там. Но на Вальдбересе обычно дешевле, чем везде. А в этот раз всё было не так. К тому же, судя по отзывам, хоть в карточке товара и указано, что рама идёт с креплениями, вас будет ждать лотерея. Повезёт, и они действительно там будут, или всё-таки не повезёт. На Озоне ситуация вроде была с этим получше, и я не стала рисковать. Купила на Озоне. Нашла раму комплектом по четыре штуки, со сна, с креплениями, всё, как мне надо. Но не смогла определиться с формой, и заказала сразу два набора. Так что теперь у меня аж восемь рам. Да, и на Озоне доставка была на следующий день. Ну что ж, первая часть задачи выполнена, рамы с заказами. Дальше нужно было определиться с покрытием самой картины. Хотела покрывать домарным лаком, но мне порекомендовали использовать акрилостирольный. Я обычно предпочитаю всё проверять, поэтому и тут сначала полезла искать информацию. Выяснилось, что акрилостирольный предпочтительнее. Он со временем не желтеет и является обратимым, то есть его можно смыть. Но в отзывах встретила, что он плохо сохнет и очень липнет, до конца не высыхает. Там же в комментариях магазин посоветовал наносить лак в смеси с пененом, тогда липкости не должно быть. Окей, подумала я, всё равно у меня нет сейчас ни того, ни другого, берём акрилостирольный. И тут снова проблема. Все доставки очень долгие. Ну, пришлось ехать в ближайший магазин. Понятное дело, мне было боязно сразу покрывать картину, а вдруг реально будет липнуть. Поэтому я решила поэкспериментировать. Пара дней ещё оставалось, всё должно было успеть высохнуть, поэтому взяла этюдик с грушами. Он как раз разделён на две части. Вверху груша в гризайле, а внизу в цвете. Хорошо взболтала лак, говорят, это важно. Развела лак с пененом один к одному, как советовал магазин. И нанесла эту смесь на верхнюю часть, где гризаль. На цветную грушу нанесла чистый лак. Забыла предупредить. Это не обучающее видео. Я делюсь своим опытом и рассказываю, как поступаю я. Я не претендую на то, что всё, что я делаю, абсолютно правильно. Но я собираю информацию везде, где только могу. У преподавателей, из книг, у экспертов, которым доверяю. И пропускаю через свой собственный опыт. Если вам это интересно и полезно, я очень рада. За час всё высохло. Особой липкости я не заметила ни там, ни там. И нанесла второй слой, потому что та часть, где был пенен, блестела заметно слабее. Сохла чуть подольше, но уже за пару часов стало понятно, что липкости не будет ни в одном случае. Что с пененом, что без него. Поэтому я оставила грушки досушиваться, а на работу нанесла чистый лак. Ну и если сравнивать итоговый результат на грушах, то видно, что часть там, где смесь разведена с пененом, она менее блестит, чем чистый лак. В общем, одного слоя оказалось достаточно для довольно сильного блеска и плотного покрытия. Уже показывала его в моем чатике в Телеграме в темке с работами. Вы его уже успешно покритиковали. С чем-то я согласилась. Править, правда, у меня совсем не было времени, поэтому я понесла как есть. Кстати, про чатик. У меня есть канал в Телеграме, где я выкладываю анонсы видео и всякие разные строгановки. А еще есть чатик, где уже собралось очень приятное общество. Эван с канала Эвана и его цыгане инициировала там болталку, и теперь там можно обсудить разные околохудожественные темы. А Арина и Андрей заморочились и стартанули там уже почти полноценный курс по искусству Греции и в диалогах. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую. Да, еще там есть рецепт пластилина и свои работы можно показывать. В общем, заглядывайте, ссылки ищите в описании. Сушила работу вертикально, чтобы не попадала пыль, но уже потом сообразила, что лак мог скатиться вниз. Ну, ничего вроде никуда не скатилось, не съехало, все хорошо высохло. Так что, вторая часть задачи выполнена. Первая, соответственно, это были рамки. На следующий день рамки приехали. Я заказала узкие рамы с круглым профилем и с прямоугольным. Долго не могла определиться, мне нравилось прямоугольное. И тут обнаружилась еще одна проблемка. Я думала красить раму акрилом, точнее, заколеровать белый акрил гуашью, потому что у меня, как я помнила, был только белый, красный и черный акрил. Но, порывшись в закромах, обнаружила, что у меня акрил не белый, а серебряный. Покупать новую уже было некогда, поэтому я решила красить просто гуашью и предварительно загрунтовать акриловым грунтом. Загрунтовала раму с прямоугольным профилем, еще подумала и решила взять все-таки с круглым. Загрунтовала круглую, намешала подходящий цвет, покрыла, поняла, что темно. А еще поняла, что гуашь смывается. Вот это неожиданная сага гуаши. Тогда пришла такая идея. А почему бы не добавить вместо белил акриловый белый грунт? Это придаст покрытию влагостойкость. Акрилового лака у меня не было, да. Ну, сказано, сделано. И то ли у меня предыдущий слой не очень хорошо просох, то ли я намешала слишком густо, на второй слой пошел комками. Я ходила вокруг рамы пару часов кругами и уже думала все смывать, красить гуашью и не окунать в воду. Но потом решила нанести еще слой, сделать его более жидким. И да, это помогло. Покрытие приобрело гладкость и равномерность, так что я спокойно оставила раму досыхать. Третья часть задачи выполнена. Осталось картину в раме закрепить. Но тут уже все просто. Крепления были в комплекте, шурупы тоже, поэтому я взяла отверточку и быстро все прикрутила. Итого, пара дней, один эксперимент, восемь рам, один лак, шесть шурупов и можно везти на выставку. Если видео было вам полезно, ставьте лайки. Если хотите поделиться своим опытом, пишите комментарии, заходите в чатик, в телеграме и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok